Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Наш телеканал уже неоднократно обращался к теме Волынского кладбища. Да, наверное, к сожалению, еще далеко не все горожане знают, что такой был древний некрополь на территории областного центра, что он имел, какое он имел значение, мы об этом уже не раз рассказывали. И сегодня мы поговорим об этом в эфире нашей программы, ну и в целом о территории вот этого ближнего Заволжья, по берегу Тверцы, вверх по течению, что он себе представлял, какое значение имело для нашего города и что там сейчас делается. Потому что есть неравнодушные люди, есть добровольцы, краеведы, которые пытаются эту территорию как-то открыть заново, причем не только для горожан, но и для туристов. Хочу представить гостей, как раз этих самых людей, которые занимаются этим вопросом. Это Владимир Александрович Пимонов, доцент Тверского государственного технического университета, общественный смотритель Волонского кладбища. Добрый день. Это Владимир Петрович Пяткин, краевед, тоже патриот нашего областного центра. И тоже его коллега по вот этому хобби, да, это неоплачиваемое хобби, просто люди по зубу души занимаются этим. Это Сергей Николаевич Погорелов. Сергей Николаевич, добрый день. Ну что ж, господа, скажите, вот мне интересно, а что вообще представляла территория вот этого ближнего заволжа, о котором мы говорим, скажем, в средние века известно что-то вообще? Может быть, летопись что-то говорят? Ну да, мы знаем, что Волынская слобода, как сердцевина, да, наверное, вот этой территории, она была приписана, это были приписанные земли к Куспенскому Торщему монастырю. То есть это мы берем XIII, XIV, XV века, все это в летописях проходит, как бы прослеживается. Достаточно такое компактное место, очень любили селиться тверичане именно здесь, потому что некоторые налоги, которые платили феодалам, князьям нашим, как бы здесь, они как бы с них снимались. То есть они зависели только, да, тут речь монастыря, от их архимандритов. Это было выгодно селиться, это место любили. Заселено было интересно, там такие были островки, рощицы, озерца, четыре ручья проходила, очень живописная местность, просто любили Теричи, это как бы место Волынского слобода. А вот мне все время, знаете, было интересно название у всех, я думаю, современных людей, территории бывшего союза проживающих. Волынь, это в первую очередь Украина, знаем мы все, город соответствующий. Почему тут такое название? Известно? Про славянский корень Вол, Вел, то есть мокрый, высокий. Ну действительно, если бы Волынский слободит, там высокое место, где стоял храм Болговеченский, до этого был Никольский монастырь, самая высокая точка. И оттуда как раз простекали четыре ручья. То есть два ручья впадали в Волгу, два в Тверцу, там Гостенец, Ильянец или Ильинский ручей, это все известно как бы по летописям. Ну а мокрый, потому что много было воды, это было удобно как бы там жить, люди всегда как бы к воде стремились, то есть вот так вот. Вот вы сказали, селились, ну по сути монастырской территории, а что может было прям вот так запросто взять и поселиться, или все-таки позволение нам было спросить у настоятеля? Конечно, благословение брали и селились, то есть это было очень как бы в то время интересно, но потом, когда у тебя окон монастырь мужской, да, Никольский, тогда он был деревянный, вот это в принципе, конечно, неплохо, удобно помолиться, всегда можно на литургию сходить и просто как бы в эту землю обрабатывать рядышком. А что дальше происходило с этой территорией? Ну, великий пожар Твери 1763 года повлиял сильно. До этого смутное время, помните, да, польско-литовская интервенция, Твери оккупированы шведами, поляками, потом чума была, да, поветри сильные в середине 17 века, то есть это тоже все сказывалось на этой местности. Город, в принципе, вообще запустел, можно сказать, половина населения вымерла. Даже больше, я не читал, там количество дворов, но у меня такое впечатление, что, я не знаю, лучше ваисит, ну как Мамай прошел. Точно. Никольский монастырь, о котором я говорил, да, на Волыне, он просто был сожжен поляками, уже не возобновлялся. Была выстроена заново деревянная Никольская церковь, она существовала в конце 17-го, там, середина 18-го века, а потом, когда пожар, да, добил, деревянную Твери, да, великий пожар Твери, тогда уже по, значит, по генеральному плану Твери стала восстанавливаться в камне, да, возрождаться. И вот тогда вот это была прямая Волынская улица проведена, и в конце этой улицы на самом высоком месте, на древнем намоленном месте, там уже храм Благовещения как бы поставили. Трехпрестольный красавец храм со шпилем, он не дошел до нас, был разрушен в 1941 году во время оккупации. Там бои были сильные на Волынском кладбище, недавно материалы попались, я удивился, прямо бои шли за две церкви. Это Успенская на краю Волынского кладбища и Благовещенская церковь. Наши автоматчики на колокольне отбивали у немцев, потом немцы минометным огнем подавляли эти точки, то есть там буквально бои, окопы были, это очень интересная история. А штаб 133-й дивизии стрелковой располагался в Киселево. Да, да, все правильно, за Соменко, за речкой Соменко. Да. Ну, известно, что линия фронта, она как раз там проходила, северо-восточная окраина Твери, и получается, для этой территории это сказалось не самым лучшим образом, к сожалению. Конечно. Но если наш центр все-таки относительно уцелел, потому что боев, как таковых, не было. Ну, фотографии вот с 1945-1944 года, сам два, есть панорамные выложенные на Ютубе, съемка центра, ну, острое все равно. Вот особенно в районе Звездочки, Советское. Дома не разрушенные, а именно сгоревшие. Потому что вот по свободному перевелку, когда реконструкцию делали в 80-х годах, то там меняли только перекрытия. Были деревянные. А в Олыне-то же были деревянные дома в основном. Да, да, страна была деревянная. Деревянная до недавнего времени. Ну, фундаменты все из Старицкого камня. Что на Волыне, что на Затверечье. То есть дом деревянный, но фундамент. Фундамент обязательно. И у многих были подвалы. Кресткие дома. И в этих подвалах люди прятались. Не все ушли из оккупированного города. Жили там. Я разговаривал со старушками. Они были еще живы 15-20 лет назад. Говорят, в подполь сидели. Как бы вот это время как бы пережидали. То есть не все уходили из города. Как-то вот так вот выжили. Снаряды немецкие наши прошивали эти дома насквозь, деревянные. И вот так вот в таких условиях люди выживали. Породительные такие вот истории слушать приходилось. Скажите, а вот вы упомянули как раз большой пожар Твери в 18 веке. Потом перестройку города. Ну, известно, что это сказалось на планировке Твери. То есть центр вообще весь заново перепланировали за Тверечье. Там уже как-то учитывали сложившиеся более-менее. Ну, как, все равно переделали, но уже с учетом. В том числе расположение церкви, в частности. Отчего, насколько мы знаем, за Тверечье уже нет вот этой римской решетки. А что происходило с этой территорией? Ее тоже радикально перепланировали или как? Была радикальная перепланировка. Примыли улицы нарезаны. На самом деле Макарий Гончаров был такой блаженный в Твери местный чтим и святой. Он предсказал пожар. И он даже ходил вот будущими улицами эти направления как бы выделял. А люди смотрели, удивлялись, что он так радуется. Он говорил, что пожар не стоит одного железного гвоздя. То есть скоро будет такое время, когда будет новая планировка. И предсказы людям не селиться вот в этих местах, где будут новые улицы проложены. Вот такой был интересный человек у нас. Заволжье представляло собой, ближнее Заволжье, систему кварталов с прямыми улицами. Вдоль Волги. Вдоль Волги, да. И вдоль Волги, и туда до Волынской, Слободы. Они были действительно вот нарезки, такие вот кварталами и прямые улицы. Так что где вот сейчас Успенская церковь, там 248 квартал. Рядом 200 четная система кварталов, нечетная система кварталов. В общем-то это было очень удобно. Вот. Я думаю, что действительно пожар Твери, вот он сыграл. Ну, архитекторы, наши градостроители, они учли. То есть, как помните, у Грибоедова пожар способствовал ей многому украшению. Конечно, конечно. Казаков не китали все это, как бы совершенствовали. Екатерина Торая благословила все это, как бы утвердила генеральный план. Много было сделано при Тверском голове, Запченинове. Как его Иудич Егор, или как его, Иван Иудич, или Егор Иудич Запченинов. А это начало 19 века. Вот. Тогда были приглашены архитекторы, в том числе и Россия, вот, и храм был возведен трех исповедников. Трех исповедников. Презил взыскания погибших. Это работа Карла Россия. Как раз при Егоре Иудиче Запченинове. Вот. Куда он передал икону, хранящуюся у него дома, воздание. Взыскание погибших. Взыскание погибших. Почитаемая икона. Да, почитаемая очень икона. Сам он ей был, он считал, что он очень обязан этой иконой. И самое, что святое у него, самое дорогое было, он отдал в этот храм. Вот. Да, собственно, и многие строения были возведены знаменитыми зодчими в ближайшем Заволжье. Так что, конечно, по большому счету, вы знаете, я согласен с многими людьми, что ближнее Заволжье было дорого не менее, чем центр города. Вот. Более того, географическое расположение его, наверное, было более выгодно, нежели центр. Почему? Ну, во-первых, Тверца, речка с одной стороны, с другой Волга, система ручьев. Вот этот ручеек Соменко, или как его тогда называли, Сомитка. Сомитка, да. Да, Сомитка. Это, в общем-то, такое благодатное место. Вот. Очень способствовало бы, и способствовало и земледелию. Вот, пастбище. Я вас сейчас привру, мы идем на рекламу, потом продолжим. Реклама, буквально несколько минут, не переключайтесь. Ну, снова в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о таком месте, как ближнее Заволжье. Ближнее Заволжье, вот этот угол между Волгой и Тверцой. Что она собой представляла до революции, и что представляет сейчас, каковы перспективы развития этого района. У нас в гостях люди, которые занимаются этим, которые, замечу, просто краеведы, любители Твери, точнее, патриоты, даже так лучше сказать, которым не безразлично, что там происходит. Извините, Владимир Александрович, я вас перебил. То есть, вот вы говорите, что это было очень выгодное место. А почему тогда оно все-таки не развивалось так бурно? Потому что мы все знаем, вот, ну, как Владимир Петрович, вы как раз тоже упомянули, что все-таки, по сути, застройка шла вдоль Волги. То есть, почему тогда она не пошла туда вглубь, вот, как вот сейчас уже это имеет место быть? Как вы думаете? Ну, это удел всех волжских городов. Все волжские города, от Волгограда и далее, они все вытянуты вдоль Волги. Вот, и такая же участь Твери, 30 километров или скучно. Наша центральная часть все-таки развивалась и от Волги вглубь, скажем так. А я вот помню эти дореволюционные карты Твери, да, если, то есть, вот эта часть города представляет собой, ну, скажем, ну, круг не круг, но вплоть до площади Капашвара, ну, на запад понятно. Да, вот. А я помню, с удивлением обнаружившихся, когда только в первый раз увидел дореволюционные планы Твери, что, по сути, это такая полоса за Волги, это, по сути, вдоль нынешнего Санкт-Петербурса шоссе, улица Горького, нынешний. Вот, то есть, вот вы говорите просто, что это было очень удобное место, и мне вот сразу, правда, интересно, почему же не пошла вдаль застройка. Там низкие места, то есть, наши люди, как бы еще разговаривали с ними, в 50-х годах собирали клюкву, это если севернее Соменки брать, речка Семенка. Поселок Вагонников. Поселок Вагонников, да, нынешний микрорайон Соменка. Заболочный. Заболочный, да. То есть, вот эти возвышенности, улица Верховская, дальше улица Волынская, вот это вот, как бы, холм, я называю, да, Волынский холм, где вот храм Болговечный стоял, а дальше Низина, что такое Низина, подсыпать, там, как бы, бороться с этой водой, которая, наверное, подтапливает места, поэтому, сами понимаете, люди ориентировались на рельеф местности, где они жили, очень любили эту землю, поэтому, и старались ее не менять, а подстраивались под нее. Ну, а так, конечно, правильно говорит Владимир Александрович, живописное место, рощицы, лужайки, пастбища, погост этот Волынский известный, тоже, как бы, ну... О котором мы сейчас особенно говорим. Совершенно верно. Ну, а если взглянуть с другой стороны Тверцы, то храмов, которые понастроены в начале, в середине 18 века, в основном все Екатерининские, Никитская церковь, в районе кладбища, потом крест Воздвиженская, которая дожила только до 30-х годов, ну и погибшая в 50-х годах раздвеста Пресвятой Богородицы. А с другой стороны ручья был мужской монастырь Святого Ануфрия, который дожил до Екатерины Второй. А потом? А потом его тоже разобрали, он был построен из старецкого камня полностью. А даже так? Да, каменный. Там сейчас КНС стоит, канализационная насосная станция. Да, 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 ну тогда, ну это сломали еще до того, конечно, но места эти тоже знамениты чем? Упоминание вот есть, что в районе стен мужского монастыря были, лежали орудия времен Азовского похода Петра Первого. Азов, Очаков, 1696-1995 год. А как они там оказались? Ну, артиллерийский переулок назван в честь чего? Потому что там располагались склады артиллерийские и подразделения наших полков, которые дискалатировались в основном с 1865 года постоянно. Это 1-я дивизия, 1-й московский, 8-й гренадерский и другие подразделения. Но артиллерия располагалась там. Почему принято, это я не знаю. Это понятно, это 19-й век, а Азов... А здесь, ну, каменное строение, орудия лежали не на улице, а на территории храма. И потом эти же орудиями встречали приезд Екатерины II в Тверь. А, это воежь Екатерины готовили галеры в Тверь, корабли. Потом эти же орудия были установлены на 9 галер, построенных в 1766-67 году. Их строили... Для вот этого знаменитого путешествия Екатерины по Волге. Да, 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 и 14 полагательных судов. Там 2,5 тысячи гостей. Месяц Екатерины. Так и строили, возможно, здесь. То есть, северная Волыньска-Слободы, там Затон, вылет. Он сохранился. Поэтому, я думаю, что именно здесь как раз эти корабли-то и делали, скорее всего. Ну, вот как раз статья нашего земляка Старицкого, что он нашел документы, подтверждающие строительство кораблей для экспедиции Беринга в 1733 году. И есть упоминание, что в 1718 году, когда готовился персидский поход Петра I, то строили корабли, галеры, и у нас в Твери. Князь Юсупов приезжал, проверял, как готовятся команды на эти корабли. То есть, слава флота российского провалась в Твери? Ну, вот книга «Петровские корабли». Здесь прямо пишется, что Тверь, Ярославль и ниже стоящие города строили корабли для галерного Балтийского флота. То есть, получается, верфь появилась в самом начале 18 века, если это тысячи север, 17-й. Вы не забывайте из варяг греки Тверца на Балтику. Мы же это направление держали. Вообще Тверское княжество перерастало чем? Торговлей. Мы могли как бы запереть выход из Тверцы в Волгу, и Новгород через два месяца мог просто голодать. Рожь и зерно не поступало к ним. Мало не хотят. Тоже пишут про сельское хозяйство разных времен. Если вы помните, Верещагина знаменитого, который создал сырное производство на нашей Тверской земле. Ведь в Оржеве создали специальный таможенный пункт, чтобы отправлять сыр за границу. Пять тысяч пудов ежемесячно отправляли. Через только этот таможенный пункт. Такой экспорт был, да? Да, мы вышли на второе место, Голландия на первое. Но за счет того, что скупала, и потом вешала свой лейбл. А Верещагин умер в нищете, хотя его помощник московский купец стал миллионером, помогая ему. Часто бывает. Хорошо, но возвращаясь все-таки к нашим корабелам, как вы сняли с Тверским. Скажите, вот вы упомянули экспедицию Беринга. Давайте еще раз напомню телезрительному, какое оно значение имело было. Потому что ведь многие думают... Во-первых, многие и позабыли это имя, к сожалению. Хотя был снят в советское время фильм, баллада о Беринге. Вот, и я помню, были марки такие у меня была в альбоме с изображением лица Беринга. Но все-таки многие, кто и даже знает, ведь думают, что это один из многих походов. Ну, человек там плавал куда-то, ну, что-то там что-то сделал, и все. Но ведь, насколько я знаю, она имела огромное значение, причем не только даже для России. Землепроходцы не знали, есть ли выход из Тихого океана в Северный Ледовитый, на самом деле. Мы не могли даже карты написать в то время, да? То есть вот эта вот Чукотка, Надрь, как бы эти города, они тоже Беринга встречали, его экспедицию, на самом деле. Мы прошли до Северного Ледовитого океана. Достаточно тяжелая экспедиция. Как бы все вот это вот начиналось здесь, готовилась к экспедиции именно в Твери. Ну, упоминание-то в 1733-м, это была вторая все же экспедиция. Да. Вторая. И было приготовлено семь кораблей, но в документах, которые я получил в конце прошлого года, прислали, выложили уральские краеведы, там упоминание только шесть кораблей размера, 23 и 29 метров. Это название как-то вылетело. Соменко же тоже название от корабля. Как это? Так. Да. Для перевозки сыпучих грузов. Петр Первый любил, кстати, такой корабль, который именовал Соменко. Соменко. А, то есть. Как он назывался, да. Надо сказать, что и речка-то Соменко, она хоть и небольшая сейчас, где-то метро 800, по-моему, вот, но в те времена она имела достаточно большую длину, порядка восьми сажин. Вот, если учесть, что одна сажинь у нас два метра, сколько там, 18 сантиметров, да, то это и глубоководная довольно-таки была. Поэтому и о берегах этой речки мы даже сейчас можем судить. Она сейчас очень здорово измельчала и больше превратилась в ручей Ванючку. В ручей Ванючку. А ведь в те времена можно себе представить, какая она была широкая, особенно при впадении в Тверцу. Вот. Поэтому это было очень выгодное и удобное место для обустройства верфи, для строительства как раз вот галер, кораблей. Но вопрос, а почему не на самой Волге? Ну, во-первых, вот я начал путь из Варяк-Греки. В основном проходил по Тверце. Разговор про Волгу, конечно, есть. Волга – это выход на Западную Двину и на Днепр. Это наш сележатский край. Там волоки были. А здесь был Волок туда, в сторону Инмениозера, на Балтику. Мышний Волочок, Верхний Волок. Почему Сердюков с подачи Петра Первого был ответственным за прогон этих судов? Там же несколько тысяч судов за сезон прогоняли. И была в свое время, в конце XIX века, карта была обвекована, где определялись места нахождения судов на зимнюю стоянку по берегу Волги и Тверцы. Ну, а вот насчет строительства кораблей, почему Соменко и Исаевский ручей? До сих пор еще сохранились сооружения, земляные или как-то их назвать, доки, сухие. Вот Мантюшин, он немножко сделал упор на мокрое. Он считал, что на берегу Соменки были сделаны затоны, которые затапливались и строились корабли. Строительство кораблей осуществляется в сухих доках, а потом уже спускается на воду. Но у нас в те времена не было таких кораблей, сухих доков не было. Вот были сооружения. И там, и здесь сооружение 200 метров длина, 50 метров ширина, 6-7 метров глубина и высота. В этих пределах, вот Беринг, кораблей его экспедиции, ну, 29 метров. Это считайте, в одну гавань только загнать-то. Ну, 30 метров. Это сколько? 5-6 судов. Сопоставимо, в принципе, очень удобно. А если Галера-Тверь, это 39 метров длина, 7,5 ширина, 7 метров высота. 12-ти баночная, то есть это у нас получается. Это значит, 4 можно спокойно строить в сухом доке, при условии, что потом корабль, этот Галеру можно спустить по бревнам, как Петр I с Архангельска катил свои корабли в Балтику, чтобы потом громить шведов. Так и здесь. Просто скатил. А вот эти корабли для Беринга тоже что-нибудь представляли? Галеры опять-таки? Нет. Это однопарусные, двухпарусные суда. Ну, я говорю, 29 максимум метров. Там на всех этих судах, 7 кораблей, командированы были офицеры. Ну, естественно. Берин же тоже капитан первого ранга. Или капитан-лейтенант. Но вопрос, что... И когда вот строили экспедицию для Екатерины Второй, тоже эти суда, все командовали офицеры, Пущин, когда приехал, командовал, он же заведовал строительством кораблей, галерных на Балтийском флоте, Екатерина его направила сюда. И впоследствии ему присылу сразу же, когда она приняла корабли, так сказать, в конце апреля 29-го, 1767-м году, она ему присылала капитана первого ранга. Да, капитан второго ранга на Балтике. Перевели его сюда, построили эти галеры, как бы ваяж удался, Екатерина Второй, она... Они же успели сплавать. Построили в апреле, вот эти все суда, справились до Казани, вернулись, провели испытания. И только потом, 2 мая, торжественно отплыли от Твери. Опять со стороны речного вокзала. Хорошо, очень организованные мероприятия. Видно офицерская выправка, конечно, молодцы. Все это было сделано очень грамотно, своевременно, и сроки были сжаты достаточно. Да, и все строят из местных материалов. Иван Иванович Пущин тоже, надо добрым словом, вспомнить. Кстати, выражение с Асташковского уезда. Да. Из дворя Анасташковский. Скажите, а почему все это как-то только открывается? Только сейчас я сам об этом узнал. Сколько, 3-4 года назад. Неужели в летописи в хрониках не было отражено, во-первых, такое важное событие, как по государю, соответственно, указу строительства кораблей для экспедиции. По идее, ведь это было событие для города, потому что должны были в Тверь съехаться сотни, если не тысячи офицеров, моряков, мастеровых, оружейников и так далее, артиллеристов и прочее, прочее, прочее. Потому что это не силами какой-то там бригады из 10 человек построить, оснастить корабли. Это сколько должны были привезти сюда припасов, опять-таки, артиллерийских зарядов, пороха и так далее, и тому подобное. Почему мы как-то все не знаем, потому что вроде бы Тверское краеведение, я считаю, довольно активно развивается, начиная с постсоветского времени, как-то этот патриотизм в Тверской пошел. Вроде бы и книг много уже было издано. Но вот такое важное событие, как экспедиция Витуса Беринга здесь, почему мы как-то, горожане, об этом мало осведомлены, да попросы были не осведомлены, до сих пор были? Ну, это беда наших, все же, центральных архивов. И военно-исторические, и другие. Что взять по и нашей войне Великой Отечественной? Тяжело залезть, достать документы. Там же до сих пор секреты. Ну, беда... Какие могут быть секреты по событиям, по сути, трех лет? Ну, если вот сейчас коснуться нашего областного музея, у них же тоже подразделения разбросаны по всему городу в связи с ремонтом центрального здания. И до сих пор еще не все переехали туда. Архив большой располагается на свободной переулке. И если ехать по улице Новоторской, обшарпанное здание. Отношение вот к самим сооружениям, ну, я понимаю, наш музей отреставрировали. Это как бы лицо будет, приезжать люди, смотреть. Экспозиции очень много. Но вот допуск и цены работы с документом не всегда соответствуют пожеланиям. А в советское время тоже так же было? А тогда еще хуже было. Еще сложнее. Почему? Ну, во-первых, многие архивы хранят военные документы. Опять говорим о событиях XVIII века. Ну, тем не менее, как вам сказать, режим. Общий факт такой. Да, режим секретности, режим доступа к этим организациям. Вы знаете, и сейчас ведь не так просто бывает попасть в архив. Вот даже наш областной архив тяжело попасть. Во-первых, маленький читальный зал, который там имеется. Кроме того, все это отягощено проблемами пандемии. Ну, сейчас только. А я говорю, почему до сих пор, на все десятилетия. Ну, и бумажные носители. Плюс еще бумажные носители. Они не отцифрованные в большинстве своем. Докопаться в большом массиве до конкретного документа, написанного на старом кистье. Да, это очень сложно, конечно. Это большая работа. Поэтому, даже что касается второй экспедиции Витуса Беринга, документы, насколько я знаю, хранятся в Санкт-Петербурге. Часть, да, часть в военно-сторическом архиве. Да. И тоже не отцифрованы. И они не отцифрованы, эти документы. То есть, и сами наши, даже, что называется, ваши федеральные коллеги, которые занимаются изучением истории нашей страны, тоже даже, то есть, они просто могли не докопаться до сих пор до этих архивов? Могли. То есть, даже и в Петербурге они не знают много чего? Может. Ну, вот у меня была проблема крейсера «Аврора». Знаменитый корабль. Но второй и шестой капитаны, это наши. Мельницкий и Сухотин. А я сделал запрос в военно-морской архив. Пришлите фотографии командиров. Там же их порядка 40 человек, которые командовали. Ну, с начала, с 1898 года. Они говорят, нету. Попыть не может. Командир корабля, тем более, все-таки крейсер. Бывает так, что вот Мельницкий мне фотографии прислал бывший сотрудник этого музея до того, как корабль поставили на стоянку, на реставрацию. Он успел прислать и сказал, мы переслали в центральный архив, потому что корабль будет стоять на ремонте, допустить, чтобы не пропали документы. Они сдали. Вот музей отвечает, нет. А он прислал фотографии. Успел. И то там клипер, командир клипера. Меньшего корабля. Но он там в общей фотографии стоит. А так, видно, опять исследователи еще полностью не занимаются той проблематикой командира. Формально Витус Беринг никак, ни по каким современным документам не связан ни с Тверью, ни вообще с этой местностью. Да что они вообще с Россией не связаны? Они его считают своим. Ну, на самом деле, очень даже связан. Конечно. Но в Тверской памяти о Витусе Беринге ничего не сохранилось, кроме архивов, которые и есть все-таки документы. Он ведь был здесь. Вот. Он был. Был здесь. Самое главное. Ладно, он просто командир экспедиции, а сам там, условно говоря, прибыл сразу в Казани, или, не знаю, там в Тобольск, условно говоря. Тобольск. А тут вот такая известная личность, вообще, вот пиар для города, да, туристы водить, сейчас же модно, это туризм, давайте развивать. Вот, казалось бы, найти деньги, ну, хотя бы на бюст, ну, хотя бы, как Петербург, Крузенштерн, ну, есть, допустим. Вот. Нет. Вот это феерично. Витус Беринг, вот еще вот такая вот для нашего министерства туризма такая мощная стезя, вот, по которой можно развивать наш туризм. Да, вот такой памятник на берегу Тверцы, Витусу Беринг, это было что-то, наверное, для города вообще. Конечно, конечно. Сейчас разговор-то, правда, идет об авторах этого проекта, что вот в 23-м году будет отмечаться очередная юбилейная дата этой экспедиции. И хотят напротив Политехнического института в сквере поставить то ли памятник, да, якобы уже привезут камень с Камчатки. А, был разговор. Да, да, да. Ну, камень-то камень, хотелось свою скульптуру все-таки, тем более, как показывают исследования, последний Витус Беринг выглядел не так, как на той самой советской марке, вот, то есть, почему бы не отлить его, ну, еще раз говорю, просто удивительно, я говорю, такой дополнительный пиар, ведь мало кто из городов нашей огромнейшей страны может похвастаться, что у них находился мореплаватель, я не знаю, сейчас не федерального, а тогда имперского значения, а учитывая его открытие мирового уровня, и находился не с какой-то там гостевой веселительной поездкой, там на два дня у какого-нибудь помещика, находился именно по делу, именно отсюда пошла вот эта великая экспедиция. Это должно стать визитной карточкой города, и уже во всяком случае Тверь, будучи большим портовым городом, да, и сейчас приплывают большие корабли туристические, вообще правильнее было бы, наверное, исторически, вот, часть набережной назвать именем Беринга. К слову говоря, да, к слову говоря, почему бы и нет, набережная получила достойное название, это может даже даст ему ее развитию, вот, но хорошо, есть еще одно место, о котором хочется поговорить, вот, в этой территории, не буду употреблять новомодного слова локации, ибо она означает вовсе не то, о чем многие думают, вот, поэтому на этой территории это Волынское кладбище. Скажите, вообще, как давно оно возникло, есть данные? Есть. Как храмы возникли, так? Ну, вы знаете, тут, конечно, вопрос спорный, что возникло в первую очередь, храм или нет. Как известно, Макарий Гончаров завещал похоронить его там, где будет потом воздвигнут храм. Успенский храм Пресвятой Богородицы, это был 1775 год, а похоронить его хотели возле сумасшедшего дома. Он говорит, я не хочу, чтобы там, и поэтому его друг, посадник, его перенес и, значит, перехоронил, там действительно был воздвигнут храм. Поэтому, если учесть те летописные документы, которые сохранились и в нашем Тверском архиве, вот, то да, действительно, кладбище условно можно считать, что оно возникло в 1775 году. Но надо учитывать, что был указ правительствующего Сената 1771 года о запрете хоронить возле церквей. Вот, и об отведении специальных мест для этого. И на основании этого указа стали возникать не только в Твери, но и вообще в русской провинции кладбище, где способнее, как было написано по этому указу. А в 1772 году был дополнительный указ, по которому были представлены технические условия по обустройству этого кладбища. То есть, земляной вал высотой не менее полутора аршин, вот, то есть, где-то метр сорок приблизительно, нет, полтора аршина, где-то, неважно. Вот, и с другой стороны должен быть ровут, где-то полтора аршина. Вот, поэтому эти условия и были соблюдены, при этом до ближайшей избы должно быть не менее 100 сажен, вот, ну, то есть, не менее 200 метров. Вот, и первые захоронения, которые мы нашли, это были захоронения 1782 года. А церковь Благовещенская была построена в 1786 году. То есть, кладбище Волынское возникло до построения Благовещенской церкви. Это не значит, что никакой другой церкви там не было, вот, но тем не менее кладбище уже существовало. Первоначально это кладбище, оно и было всегда для всех. Это не было купеческое кладбище, как говорят. Старинное купеческое кладбище, видимо, имея в виду те камни, которые сохранились. Вот, но ведь много чего и не сохранились со времени. Там ведь культурный слой исторический, наслоения какие идут. Поэтому кладбище возникло задолго до этого. И хоронили разных людей, в том числе и бродяг. Кстати, первый памятник, который мы нашли, это памятник бродяге. А что там на нем прямо там написано? Путевому. Путевому. Это бродяга. Странник, бродяга, путешественный, путевой, да. И только год смерти 1782-го. Вот и все. То есть, все-таки и этому человеку поставили памятник. Мы не знаем, например, откуда отплывал точно, вот, точное место Витуса Беринга. Слышно. Но вот знаем, что бродяга похоронен, вот, как-то так, такие вот повороты истории. Скажите, как оно в дальнейшем развивалось? И мне просто интересно, какое назначение имело для города, ну, скажем, на рубеже 19-20-го веков, там, скажем, перед революцией? Да вы знаете, разное было значение этого кладбища. Например, при губернаторе Тюфееве в 1830-м году, когда Тверь охватила большая вспышка холеры, это же было просто ужасно. Вот, вплоть до того, что Тюфеев взял на себя, наверное, несвойственные ему функции, он запретил отпевать умерших. Вот, и это было чревато волнениями народными, потому что как это уходит православный, без отпевания. В сознании человека это не умещалось. Да, в сознании человека это не умещалось. Но, тем не менее, книги церковные Тверской духовной консистории, они сохранили записи священников, которые все-таки, вопреки этому, на свой страх и риск, осуществляли такое отпевание. Почему Волынское кладбище, вот я еще и губернатор Тюфеев, губернаторам было отведено специальное место для захоронения умерших от холеры. И в 1830-го по 1832-й год это было Волынское кладбище. Там хоронили людей со всего города, вот, именно вот тех, которые умерли от холеры. Вот, и оно в этом плане имело, конечно, большое значение. Вот, а дальше оно имело не менее большое значение в 19-м веке, особенно во второй половине 19-го века, когда из такого, знаете, патриархального православного кладбища, где люди приходили скорбеть над плитами, вот, вот, появилась, ну, как бы новая мода, новые веяния. Памятники стали строить не только для свидания, так скажем, вот, для поминания умерших, но и в назидании другим, помню о смерти. Кладбище стало превращаться в парк. И в конце 19-го века, в начале 20-го века, ведь так же, да, кладбище представляло собой, в общем-то, не просто кладбище, но и большой красивый парк. То есть это был уже такой некрополь, по примеру, как мы знаем, в Петербурге, Александр, при Александре Невске. В Смоленском кладбище в Петербурге тоже, вот, примерно так оно выглядит. То есть, по сути, это был такой, скажем так, парк, состоящий из, ну, памятник архитектуры, потому что это уже целый там и скульптура, насколько я знаю, было принято, кем сделать, как правильно с этим надписями, там, момента моря и так далее. Вот, хорошо, а что с ним произошло в советское время? Вот мы его не знали фактически, вот, то есть благодаря вот вам люди стали узнавать, почему, а война повлияла или его еще раньше стали разрушать? 1932 год, решение исполкома Калининского о закрытии кладбища. Чем мотивировали? Ну, кладбище, надо же где-то хранить. Церковь, кладбище, также Смоленское кладбище, церковь, кладбище в 30-м году, церковь закрыли, в 31-м году Смоленское кладбище разорить начали. То же самое здесь, это общая политика, такой тренд, плохое слово, опять же, не любимо. Общая политика, да. Снос храмов, а раз храма нет. Ну, хранить надо где-то людей, в конце концов. В других местах. А, то есть, из принципа, вот не здесь. Первомачка и набежная. Сначала кресты пошибали на памятник, это уже 20-е годы, Союз воинства и безбоженников начали работать, комсомольцы бегали, чем-то тяжелым, в общем, ломали кресты. Потому что смотришь, как бы, до памятники над гробью, везде отколоты, навершия. То есть, на разбитое. Но кладбище продолжало играть большую роль, несмотря на то, что оно было закрыто в строительстве города, как это ни странно. Прямо на кладбище, мы находим этому подтверждение, работали мастера, которые ломали памятники, распиливали их на бордюры. Вот. И прям там делали бордюры и вывозили их, и вымащивали ими уже улицы. Центральный. Центральный. Да, я самому-то помню, мне понравилось. Да, советская. В 2010 году. Советская площадь бывшая. Да, об этом стали говорить, я помню, в конце 90-х, я стал присматриваться. И действительно думаю, а ведь так подумать, откуда в нашем небогатом городе гранитные бордюры? Гранитные. Действительно, вот оно стало понятно, откуда вдруг наши Твери, холостные, что называется, на тот момент, аж целые гранитные бордюры. А это, оказывается, могильные плиты. Ну, опыт был перенят. На самом деле это было по всей России, повсеместно. Можно найти такие же воспоминания даже о Перми, вот, и о сибирских городах, где также ломали кладбище, вот, и памятники. В лучшем случае их затирали, перебивали и уже делали, ну, скажем так, новое захоронение. Таких немало примеров. Это в лучшем случае. А самый такой вот худший пример, это когда их просто ломали или распиливали на бордюры. По каким-то причинам ряд все-таки осталось. Не все доломали. Не все доломали. Может, пожалели. Может быть... Кто-то не дал. А может, не дал. Да. Или, может быть, в Жорновке... Работали недобросовестные работники, которые поленились, вот, видимо, как-то. И часть памятников осталась. А когда, таким образом, Волынское кладбище окончательно перестал в виде кладбища и стало, в прямом смысле слова, уходить в небытие, зарастать, порастать культурным слоем и так далее? Во время войны захоронения продолжались. Там, конечно, они уже избранных, да, хоронили. Да. Нужно было дозволение, да, как бы спросить в то время разрешение на это дело. Но вот Жбанова была похоронена, да? Да, Фаина Жбанова была похоронена. Это красноармееца, она там под Оржевом. Ее в 42-м году похоронили. Вершинского похоронили в 44-м году. Это наш историк Тверской в Калининском педагогическом институте он работал. 37-й год. Отец Иоанн Викторович Гусев. Иоанн Викторович Гусев был похоронен. Февраль 37-го года хоронили. То есть мы знаем. А когда таким образом окончательный процесс пресса прекратился и оно стало именно... Последнюю плиту мы нашли датировано 1963-м годом. То есть относительно недавно. Да, вы знаете, вот 1963-й год. Но я допускаю такую возможность, что эти захоронения были сделаны либо самовольно, вот, подхоранивали к родственникам. К родственникам. Это было возможно было присоединиться к родственникам? После 10 лет допускаются и сейчас. Можно. 10 лет проходит, можно. Тогда еще было можно. Да и сейчас тоже. Ну, документы трудно найти. Они, видимо, уже в архиве новой или новейшей истории. Кроме того, не сохранились архивных книг именно о Волынском кладбище. То есть их нет. Ни в государственном архиве, ни в местных архивах их нет. Есть книга Бориса Роттермеля, где он попытался собрать имена захороненных на наших городских кладбищах. Там генералы, адмиралы, купцы, знаменитые имена. А вот про Волынское он... Ну, подобная книга была еще при Николае II, Шереметьевский, по-моему. Ну, этот 1904. Она называлась «Русский некрополь». Да. Вот, где можем мы тоже почерпнуть сведения о том, кто там похоронен. Нам эта книга, между прочим, здорово помогает, потому что мы находим на кладбище обломки памятников. Иногда бывает так, что находим только часть фамилии. Или же только вот год рождения и какие-то обрывки фамилии. И мы сопоставляем по этой книге, и действительно получается, что вот где был похоронен данный человек. Так мы про Таирея Первухина выставили. Настоятель Кафедрального собора Спарш-Прибраженцева. Да, да. Вот совсем недавно нашли его место захоронения. Ну, хорошо. Когда начались, давайте напомним, телезрителям первые работы? Вот сейчас уже по восстановлению памяти о Волынском кладбище, то есть расчистка и так далее. Ну, наверное, все-таки 20-й год, скорее всего, да? Можно так, наверное, дать отсчет. То есть совсем буквально недавно. Вы знаете, интенсивно, да, со времени пандемии. Тогда очень был, ну, большая энергия у людей, им надоело сидеть дома, хотелось как-то объединяться. Что-то сделать. И тогда был подготовлен такой небольшой репортаж одной из журналисток, Дарья Самарина, по-моему. Да, да. Вот из каравана, в караване, по-моему, она работала. Вот. И благодаря вот той статье, которая появилась, люди стали как-то приходить. До этого точечные такие небольшие работы, но они были и в 18-м, и в 19-м году. Но это была, конечно, капля в море. Вот с 20-го года действительно было сделано очень много. Я считаю, что много. Мы привлекали внимание к этому месту еще, когда храм Серфим Саровского построили в 2005 году по благословению архиепископа Виктора. Настоятелем был отец Сергий Дмитриев. И вот тема репрессий как бы вышла на первый план. Это тоже очень важный момент, связанный с Волынским кладбищем. Когда пожар произошел в храме, мы его стали перестраивать по благословению правящей архиереи. И нашли вот эти останки людей, которые были расстреляны в 30-х годах. То есть там рвы на северной окраине кладбища, несколько рвов с захороненными репрессируемыми людьми, нашими соотечественниками. Вот тогда мы их пересохоронили, 79 человек было найдено, пулевые отверстия в черепах, то есть расстрел в затылок производился. Видимо, управление МКВД на Советской улице, здание медицинского университета нынешнего. Вот мы их пересохоронили рядом с храмом, там было братское захоронение сделано. И вот тогда книгу удалось издать небольшую по материалам по этому кладбищу. Там мы все это описали. И как-то получились встречи с интересными людьми, которые проживали в Волынске, Слободе. Кто-то жил в городе, но знал много об этом кладбище. И этот материал удалось издать в виде небольшой книжки. Я являюсь ее автором. Это был начальный этап, наверное. Но практические мероприятия в таком объеме, это, конечно, уже, Владимир Самович, детально расскажешь. Начальный этап можно назвать все-таки 2005 год. Наверное так. Потому что, хотя в те времена еще продолжалось и уничтожение кладбища. Надо учитывать, что еще действовали у нас и сатанисты, и разрывали могилы, и было много актов вандализма. Поэтому сейчас кладбище постепенно восстанавливается. Но я не могу сказать еще. Мои коллеги пока что наше время подходит к концу. Поэтому давайте, если быстренько, что вы хотите сделать с кладбищем? Что он должно, по вашему мнению, представлять по итогам вот этих всех восстановительных работ? Ну, была идея все-таки создания мемориального комплекса. Это примерно 2009 год. Был сделан проект, чтобы объединить разные эпохи. Потому что вся Российская империя, Советский Союз как бы немножко зашифрован. Вот в этом небольшом участке местности это дореволюционная история, это период репрессии. Это Великая Отечественная война по шлине фронта проходила по Волонской слободе. И прямо по кладбищу сейчас это уже доказано. Поэтому хотелось бы все это конву событий восстановить. В единый узел завязать. Сделать это место, может быть, и парковой зоны. Дорожки, освещение, чтобы все такое... Парковая зона, музей под открытым небом. Ну что ж, спасибо большое. Наш эфир подошел к концу. Мы сегодня говорили о территории ближнего завода, что она представляла, начиная еще со времен средних веков, что представляет сейчас. И в том числе заторнули немножко о планах его преображения в конкретное Минволынское кладбище. Спасибо большое, уважаемые гости. Успехов в ваших предприятиях. До новых встреч. Спасибо.